Друзья, всем добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, партнеры! Добрый день, с кем мы не знакомы! Добрый вечер! Доброго времени суток! Всем, кто сегодня сейчас находится на связи. Мы определили, что периодически будут проходить такие встречи, и я уверен, что они служат взаимному обогащению друг друга. В самом прямом и переносном смысле этого слова. Почему? Потому что любая информация, которая попадает нам в мозг, она оставляет там отпечаток. Она влияет на наши последующие действия. Если эта информация позитивная, если эта информация способствует нашему развитию, то, конечно, мы растем, мы развиваемся. Если эта информация имеет негативную окраску, то такие вещи, они тормозят. Тормозят наши движения, тормозят наш рост. Но и в этом тоже нет ничего страшного. Мы вправе выбирать, что пускать сюда, а что не пускать. Потому что то, где мы живем, то место, где мы находимся, та жизнь, которая нас окружает, и те люди, которые нас окружают, есть результат наших мыслительных процессов. Фактически это продукт мозга. А мозг, как мы уже говорили, он, с одной стороны, очень сложная система. Но, с другой стороны, нам и не нужно на этом уровне развития попытаться полностью в нем разобраться. Нам просто нужно понять, как работают его базовые механизмы и схемы. И что очень приятно отметить, что каждый из вас, каждый, кто сейчас сидит на связи на этой, и слушает ту информацию, которая проходит через меня, это действительно информация, которая проходит, каждый имеет невероятную стоимость, невероятную ценность. За сколько бы вы готовы были продать свой мозг? Я думаю, нет такой цены, за которую вы готовы были бы это сделать. И дело в том, что мозг у Брайана Трейси, мозг у Энтони Робинса, мозг у Анатолия Ли, мозг у любого человека, который сегодня живет в социуме, он имеет примерно одинаковые параметры. И вопрос только в том, насколько эффективно мы его используем. И точка отчета изменения жизни начинается тогда, когда мы просто понимаем, «Ведь все зависит от того, насколько я могу управлять этими процессами». Изменение мира начинается с изменения себя. Так важно было это понять в свое время, чтобы перестать пытаться весь мир застилать мягкими персидскими коврами. Достаточно надеть хорошие сандалии, тогда вы можете ходить безболезненно по любой местности. Но сегодня хотелось поговорить вот о чем. Недавно, буквально несколько минут назад, и мне очень нравится, когда мы работаем в таком актуальном формате, я получил информацию, что два очень мощных и сильных российских лидера одной компании закрыли свои отношения с руководством компании и перешли в другой проект. Это люди, которые достигли в этом проекте действительно выдающихся результатов. Только что мы говорили об этом с Анатолием, и вот какая мысль родилась. Знаете, я абсолютно убежден в этом. Сейчас будет возникать все больше и больше проектов, и очень интересных проектов, и хороших проектов, но любой проект будут делать люди. И вы знаете, кто будет выигрывать? Выигрывать будет не проект и не маркетинговое предложение. Выигрывать будут лидеры. А еще точнее, лидерские корпуса. Потому что лидеры будут объединяться вокруг лидеров. Если сегодня взять группу лидеров, которые умеют управлять своими мыслительными процессами, и главное, эмоциональными процессами, и влиять на эмоции и мысли других людей, в какую бы компанию эти люди не пришли, эта компания будет процветать. Но наша задача, прежде всего, поняв, что одно из наших главных и самых важных направлений в этой жизни является направление личностного развития и личностного роста, выбрать тот путь, на котором мы чувствуем себя наиболее комфортно. Это называется одной из сфер жизни. В какой сфере жизни вы хотели бы себя проявить? Очень часто, беседуя с людьми, мне доводится слышать, а сколько здесь платят, а сколько здесь я могу получить, а какой здесь финансовый потолок. То есть люди на первое место ставят сегодня не самореализацию, а просто средство. Это говорит о духовной и эмоциональной незрелости. Это говорит о том, что мозг этих людей сегодня очень успешно обрабатывается теми, кому это выгодно. Есть группы людей, для которых важно, чтобы большинство людей жило неосознанной жизнью. Но я уверен, что те, кто сегодня присутствует на этой встрече, не относят себя к этой категории. Я уверен, что если вы сегодня находитесь в этом информационном потоке, вы уже помните о своей удивительной ценности. Мне так приятно искренне понимать, что я разговариваю с выдающимися духовными существами, с людьми, которые сейчас стоят на пороге раскрытия своего потенциала или находятся уже в процессе раскрытия этого потенциала. Потому что никто из нас не выше и никто из нас не ниже. Это важно понимать. Как только мы начинаем сравнивать себя с кем-то, мы заранее попадаем в позицию проигравшего. Потому что если вы считаете, что вы превосходите в чем-то другого человека, в таком случае вы подпитываете свое эго. И у этого обязательно будут негативные последствия. Если вы считаете, что вы хуже другого человека, в чем-то, то это говорит о том, что вы лишаете себя определенной энергетической подпитки. Потому что никто не выше и никто не ниже. Здесь важно понимать и воспринимать всех нас как единое целое. Это базовая позиция человека для выхода на новую ступеньку качества своей жизни. В том числе и финансовую. Обратите внимание, что в первую очередь следует определить то, чем мне по-настоящему хотелось бы заниматься. То, что не будет у вас вызывать чувство, вы знаете, времени. Потому что когда мы занимаемся своим любимым делом, мы перестаем ощущать время. Как только вы сможете это определить, важно задаваться дальнейшим вопросом. Если я определил сферу, то какова моя более узкая специализация. Потому что сегодня на рынке, конечно, прежде всего ценятся специалисты. И вот на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вы знаете, долгое время я сам раскрывал эти темы и на своих семинарах, и слышал это на семинарах других людей. Темы постановки цели. И обычно, вы знаете, учат людей ставить цели по определенным принципам. Есть разные школы постановки цели, есть техники визуализации цели, есть техники смарт, где не требуется визуализация. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сегодня людей в мире можно разделить на три категории. Первая категория. Это люди, которые вообще живут без каких-либо стратегических целей и тактических целей. Просто люди живут бесцельно. Если они живут бесцельно, то их используют как инертный материал в целях достижения чьей-то чужой выгоды. Это первая категория, самая большая. Вторая категория людей, которые научились или учатся все-таки ставить перед собой цели, как ребенок делает первые шаги. Первые шаги сначала робкие, потом они более смелые, более уверенные. Но в этом процессе постановки целей существует такая школа постановка целей. Люди учатся ставить цели перед собой и достигать. Но часть из них попадает в ловушку, потому что они учатся достигать целей, которые не сопряжены с их предназначением. Я знаю немало людей, которые достигли очень высоких результатов в социуме. И если сегодня брать за критерии достижения чего-то серьезного, значимого, тогда мы будем говорить о количестве медийных повторов, то есть эти люди знакомы многим людям, они популярны. Эти люди имеют большое количество денег, они имеют комфортные условия, сегодня у них там престижные дома, автомобили. Но внутри эти люди несчастливы. И общаясь с этими людьми, я просто понимаю, в какую западную, в какое рабство эти люди попадают. Дело в том, что когда мы определяем свое истинное предназначение и выбираем направление роста профессионального и личностного, в нем, конечно, и в других сферах, то мы попадаем в третью категорию людей, в третью, которым уже не нужно ставить перед собой цели. Эти цели сегодня естественным образом в их жизни закрываются. Эти люди фокусируются на личностном профессиональном росте. И этот рост сопряжен с той пользой, которую они способны приносить другим. Каждый из нас может приносить пользу другому. Как здоровая клетка, которая думает прежде всего не о себе, она думает о других клетках. И для клетки, для здоровой не существует страха исчезновения физического, то есть того страха, который мы называем смертью. И вот здесь мне теперь хотелось бы подойти к очень серьезной теме, очень серьезной духовного интеллекта. Вы помните, я уже говорил о том, что с моей точки зрения существует семь основных сфер. И если в них нарушен баланс, то человек не будет себя чувствовать, даже если он в чем-то преуспевает. Это сфера духовного интеллекта, сфера физического интеллекта, сфера умственного интеллекта, эмоционального интеллекта, творческого интеллекта, финансового интеллекта и сфера социумного интеллекта. Так вот, сейчас мне хотелось бы чуть-чуть поговорить на тему духовного интеллекта. Потому что если мы не удалим базовые страхи из своих психологических установок, мы не способны будем раскрывать свой потенциал в максимальной мере. На чем основаны базовые страхи человека? Прежде всего, это страх смерти. И второй страх – это страх потери. Потери чего-либо. Но это все говорит о том, эти два базовых страха, говорят о том, что человек не знает свою подлинную природу. Она от него сокрыта, ему не давали ни этих знаний, ни этих навыков. Иногда в лучшем случае этот человек может получать информацию через какие-то религиозные источники. Это тоже сфера постижения, раскрытия себя, это очень важно. Но я одно могу сказать точно, что если вас преследует страх смерти или страх посмертного наказания за что-то, вы живете как преступник, приговоренный к казни. И неважно, когда произойдет эта казнь, преступник, который приговорен к смертной казни, он не может жить полноценно. Если вы понимаете, что ваша духовная субстанция, которая является базовой и основной, будет только изменять свою форму, только трансформироваться, то вы сможете, размышляя на эту тему, преодолеть один из базовых страхов. Второй страх – страх потери чего бы то ни было. Но это страх не ваш, это страх вашего эго. И если мы сегодня попытаем себя отделить от эго, от наносного, от того, что присуще абсолютному большинству людей, вы почувствуете такое ощущение, вы переживете такое ощущение, как будто вы долгое время ходили с цепью, у вас был просто поводок, вы ходили на нем. Этот поводок позволял вам ходить на определенное расстояние влево, право, вверх, не знаю, вниз. Но он был пристегнут к чему-то, к какому-то основанию. И вдруг вы отстегнули, вы почувствуете свободу. Это невероятное состояние испытывать эти чувства, конечно, они не приходят сразу. Это вопрос тоже глубокой внутренней работы. Но вопрос в том, что эту работу можно делать в очень небольших количествах, но ежедневно. Вы знаете, как по одной капельке. Вода камень точит. Представьте себе, что капелька воды, падая на камень, всего лишь капелька воды, способна проделать в нем отверстие. То, что нам сегодня хочется предложить, вам, вот благодаря Анатолию сегодня это начинает происходить, это периодические встречи, которые могут выйти в ежедневный формат. Буквально пяти минут. Эти пять минут позволят вам все время возвращаться к вашему истинному источнику, к вашей основной базовой духовной субстанции и позволят вам увидеть себя самого и свой собственный потенциал во всей красе. Так вот, с моей точки зрения, все это взаимосвязано. Деньги, духовность, эмоции. Не случайно это все сферы, в которых мы живем. Если одна из этих сфер не является гармонично развитой или мы не растем в этой сфере, в этом случае мы начинаем испытывать дисбаланс. Падаем, испытываем боль, но для этого нам нужно снова восстановить равновесие и двигаться дальше. Мы ничего не можем потерять из того, что нам не принадлежит. Иногда так забавно видеть на людей, чьими критериями являются либо высокие звания, либо большие деньги, очень большие деньги. Вы знаете, если бы я в своей жизни это не переживал, но, наверное, я бы тогда и говорил об этом по-другому. Но мне доводилось в свое время управлять очень большими организациями. До миллиона человек были округа, в которых от моих решений что-то зависело. Я говорю не потому, что я это импровирую, а просто я говорю о своем опыте. Мне доводилось получать весьма приличные деньги, до 40 тысяч долларов в неделю. Я хочу сказать, что ни то, ни другое не приносило мне в жизни ни радости, ни состояния внутреннего полета. Я говорю лишь для того, чтобы кого-то, может быть, удержать в излишней трате своей энергии. Хотя кому-то, может быть, этот опыт и понадобится. Я до сих пор сегодня общаюсь с людьми, которые находятся и на самой вершине власти, и которые сегодня подметают улицу, и по большому счету в них разницы нет. Разница есть только в тех установках, с которыми я не живу. И я бы сказал, что по большому счету существует только две страны. И эти страны не являются ни капиталистическими, ни социалистическими. Это страна счастливых людей и страна людей несчастливых. И неважно, где ты находишься. Наверху социальной лестницы или внизу. Живешь ты в Америке, в Канаде, в России, в Монголии, неважно. Либо ты живешь в стране счастливых людей, либо ты живешь в стране людей, стремящихся к частью и еще его не достигших. Так вот, дорогие мои друзья, те, кто сегодня меня слышит, давайте еще раз сфокусируемся на том, чтобы, прежде всего, убрать базовые страхи. Ведь страх предпринимателя, большого, крупного предпринимателя, потерять деньги. Но если вы обретете подлинную уверенность в себе, вы поймете, что денег у вас будет столько, сколько вам необходимо, потому что это всего лишь средство. И деньги приходят, настоящие, имеющие подлинную ценность деньги, только тем, кто уже развил свой духовный и эмоциональный интеллект. Потому что, если духовный и эмоциональный интеллект еще не достаточно развитый, то эти деньги, как избыточная энергия, они способны просто вас расплющить, они способны просто, знаете, как перегорает лампочка, не выдерживая повышенного напряжения. Вот что может произойти с сознанием, которое не готово к большим деньгам. Мы всегда имеем то количество денег, которым способны управлять. Давайте сейчас продолжим с одной стороны развитие этой темы, а все, на что направлена сегодня эта информация, на то, чтобы помочь вам раскрыть свои собственные горизонты в отношении себя. Потому что большинство людей, которые сейчас слушают эту информацию, я знаю, и это чувствую, и я это действительно знаю, находятся в каких-то бизнес-проектах. И для каждого человека, находящегося в бизнес-проекте, важно, чтобы его бизнес расширялся. Так вот, чем больше растет и развивается наша личность, тем больше денег, как средств для дальнейшей трансформации и управления ими приходит в вашу жизнь. Поставьте сегодня развитие, личностный рост, постоянное развитие на первое место. И средства начнут приходить к вам в гораздо больших объемах, чем вы даже можете себе представить. Задумайтесь, как много людей понимают простую вещь. Большинство стремится изменить жизненные обстоятельства и совершенно не пытается изменить себя. Люди огромное количество усилий прилагают для того, чтобы обстоятельства их жизни изменились. Но при этом они прилагают такое малое количество усилий для того, чтобы изменить себя, забывая о том, что жизненные обстоятельства являются всего лишь отражением их внутреннего мира. И в этом внутреннем мире духовный интеллект я ставлю на первое место. Важно избавиться от страха. Страха потери, страха смерти. Вселенная, высший разум, как угодно вы называете эту субстанцию, является не только нашим создателем, не только нашим источником, а является нашим мозгом. Потому что все, что происходит в нашей жизни, не происходит без воли, разумения и осознания гораздо более высокого разума. То есть мы все представляем из себя клетки этого организма, единого организма. А если это так, то тогда я доверяю тому, что этот организм заботится о том, чтобы мы, каждый из нас, находился в состоянии развития и процветания. И для этого я меняю программу здесь. Вместо того, чтобы понимать, что мир агрессивен, что здесь слишком много конкуренции, что мне нужно выжить в этом мире, что мне нужно прилагать какие-то усилия, что мне нужен статус. Спасибо. Спасибо.